МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Постепенно воспитанник Эдуарда Вишкина осваивал все новые стили, совершенствовал навыки. За 11 лет, что Данила Лебедь занимался плаванием, он не единожды становился победителем соревнований разных уровней. Недавно копилка его достижений пополнилась двумя новыми золотыми медалями, которые он завоевал в первенстве области по плаванию «Планета вода». Хорошо прошли соревнования, очень прекрасно. Два первых места занял, все понравилось, все хорошо. У него две дистанции, сначала 50 метров крольный грудь, 50 метров бат, потом 100 метров праз. В первенстве приняли участие и другие воспитанники Эдуарда Вишкина. В соревнованиях для детей и молодежи с поражением опорно-двигательного аппарата Мария Федоркина дважды поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета, став лучшей на дистанциях 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине. Мария Гусакова заняла первое место на дистанции 100 метров празом и второе на дистанции 100 метров вольным стилем. Никита Васинин и Руслан Некрасов взяли по две серебряные медали. Там реально старались, там впервые в жизни, ну, по крайней мере, для меня было открытие, обычное открытие именно соревнований. Обычно они просто начинали без всего, а так что-то новенькое. Ну, все очень сильно старались и они мне просто сами все понравились. Максим Смирнов занял второе место на дистанции 100 метров на спине и третье место на дистанции 50 метров вольным стилем. В Нижнем Новгороде прошел экстремальный забег «Стальной характер». Во время забега предстояло проползти под колючей проволокой, преодолеть страх высоты. В мероприятии приняла участие и команда из Сарова. Грязевые ямы, трамплины, колючая проволока, высокие вертикальные стены, километры бездорожья. Участники спортивного фестиваля «Стальной характер» должны были преодолеть порядка 25 препятствий. Фестиваль ежегодно проходит в разных городах России, объединяет любителей активного образа жизни и экстремальных ощущений. Главная цель участников – пройти всю трассу препятствий. Саровчанин Александр Черный в прошлом году участвовал в одиночном забеге. В этот раз он решил собрать полноценную команду. Тебе приходится лезть в ледяную воду, тебе приходится лезть в грязь, тебе приходится бежать, подниматься. То есть это на самом деле тяжело и в какой-то момент тебе охота сказать «не-не, мне не хочется, я не могу, надо себя пересилить». И за счет, наверное, того, что это все командно, некоторые люди, они, если бы, может быть, одни бежали бы, они, может быть, сошли бы с дистанции. Но вот именно вот этот командный дух, он не позволил им этого сделать, ну и я в том числе как организатор. Перед участием в фестивале друзья активно бегали кроссы и готовились к трассе на 7 километров. Но обстоятельства сложились так, что команда Саров-ЗОЖ опоздала к своему старту, и участникам пришлось бежать 9 километров. Хотя никто к такому повороту не был готов, но вся команда справилась с вызовом на отлично. Станция достаточно большая, ну и сложная. Море препятствий было, которые мы проходили, все ребята молодцы друг другу, помогали парням и девчонкам, где-то девчонки парням. То есть достаточно такая слаженная работа, то есть много узнаешь о своих соучастниках. Главная, наверное, наша цель была показать молодежи то, что можно проводить выходные без алкоголя, то есть в компании близких друзей, также занимаясь спортом. Примерно каждые 500 метров там находилось что-то преодолевать. Каждый раз что-то новое, какие-то новые затраты сил. То есть, ну, во-первых, это дружно все было, все друг другу помогали. В фестивале свой стальной характер показали и девушки. В команде Саров-ЗОЖ они ни в чем не уступали ребятам, и наравне с ними проходили все экстремальные испытания. Мальчики сказали девушкам, которые проходят это испытание, нужно памятник поставить. Прямо здесь, прямо сейчас и прямо на этом месте. Запомнилось, там было четыре таких обвала, которые были полностью из глины и из грязи. И там была вода такая, то есть можно было скатиться с горки и прямо в эту воду. А она полностью грязная. В какой-то момент я случайно ушла с головой, открыла глаза, а ничего не вижу. В командном зачете Саров-ЗОЖ пришла к финишу в пятерке лучших. Друзья планируют поехать на стальной характер в следующем году и преодолеть там самую длинную дистанцию – 11 километров. Поисково-спасательная группа «Рысь Саров» отметила свой второй день рождения. Сейчас в Саровской команде «Рыси» более 50 человек – координаторы, поисковики, операторы инфорги. Сначала саровские поисковики были присоединены к поисково-спасательной группе «Рысь» города Арзамаса. Днем рождения филиала «Рыся» в Сарове добровольцы считают первые поиски пропавшей девочки Зариной Авгоновой в Изнесенском районе в августе 2019 года. Хотя официальное открытие филиала состоялось годом позже. Постепенно к команде неравнодушных людей присоединялись новые волонтеры. Сейчас в отряде состоит 55 человек. Людей всегда не хватает, потому что у людей есть своя какая-то жизнь, есть работа, есть свои какие-то дела, которые тоже нужно делать. Поисковиков всегда не хватает, потому что некоторые поиски затягиваются на несколько суток, и люди устают. Их надо менять. Поэтому хотелось бы больше, но пока рады тем, что есть. Команда «Рыси» – это добровольцы-поисковики, координаторы, картографы, инфорги, а также спикеры школы детской безопасности, которую организовали участники отряда полтора года назад. Волонтеры проводят беседы с детьми в школах и детских садах о правильном поведении при чрезвычайных и стрессовых ситуациях. Короткий курс о том, как себя вести, если ты, условно, потерялся в лесу, если ты потерялся в торговом центре, если ты оказался там, где возник пожар. Сейчас у нас еще есть один проект – это «Разорной рысенок». Ну, это что-то наподобие веселых стартов, то есть в игровой форме. Дети погружаются в атмосферу того, как все проходит на реальном поиске. Самые главные и ценные люди в поисково-спасательной группе «Рысь» – это, конечно, добровольцы, которые на безвозмездной основе отправляются на поиски пропавших людей и днем, и ночью. Волонтером-поисковиком может стать любой желающий саровчанин, не имеющий судимости и хронических заболеваний, а также готовый пройти специальный курс обучения. Самая важная цель «Рыси» – совершенствовать поисковую деятельность, чтобы по итогу как можно чаще звучали слова «найден, жив». В этом году у нас более, так сказать, успешный год в плане находок людей, нахождения именно живыми. То есть в прошлом году эта статистика была более печальной. К сожалению, на данный момент на территории города Саров три человека до сих пор остаются ненайденными. Сейчас, в осеннее время, часто теряются гримники. Если вы идете в лес, одевайтесь теплее, берите с собой с запасом еду и воду, полностью зарядите телефон. Поисково-спасательная группа «Рысь» особо обращает внимание родственников пропавших. Не выжидайте, если человек не пришел домой вовремя. Сразу же обращайтесь в полицию или звоните по номеру 112. Мастер-класс по скандинавской ходьбе провели для горожан на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. Участники совершили оздоровительную прогулку на свежем воздухе. Чем шире шаг, тем шире у нас амплитуда движения. Инструктаж – первый этап мастер-класса по скандинавской ходьбе, который прошел на лыжной базе в рамках Дня пожилого человека. Его провела инструктор-методист с шоратом Светлана Кузьменко, чемпион Нижегородской области, бронзовый призер первого чемпионата России по спортивному туризму в дисциплине «Северная ходьба среди женщин». Она рассказала собравшимся о технике скандинавской ходьбы, объяснила, как правильно выбирать инвентарь, чтобы занятия на свежем воздухе приносили максимальную пользу. У пожилых людей не так широк спектр выбора видов спорта. Бегать им уже тяжело, плавать тоже не каждый в бассейн пойдет. А здесь очень замечательно. Все проходит на природе, в приятной обстановке, в компании единомышленников. Как говорится, дорогой инвентарь не нужен. Взял палки и пошел наслаждаться природой, получать заряд бодрости, энергии и позитива. Занятия провели на улице. Начали с разминки, сделали подводящие упражнения. Затем приступили к скандинавской ходьбе. За техникой исполнения упражнений следила Светлана. Давала советы, как улучшить навык и как правильно увеличивать нагрузку. Мы вышли на пенсию и стали более активно заниматься. Катаемся на лыжах, зимой велосипеды. Когда приглашают на скандинавскую ходьбу, я сначала думала, что это сложновато, а потом поняла, что это практически те же самые лыжи. Двигаешься, палочки как-то идут в такт, и все получается. В конце занятия участники смогли пообщаться со Светланой Кузьменко и лично расспросить ее обо всех особенностях скандинавской ходьбы. Редактор субтитров А.Семкин